Привет, друзья! Еду я в магазин Home Depot, у нас на дворе сегодня 26 марта. Хочу поделиться небольшой радостью такой агрономической. У меня, друзья, проросли две семечки мандариновых. Не апельсиновых, апельсиновые еще лежат, недавно положил. Так вот, две семечки мандариновых проросли, есть у меня задумка вырастить из них мандариновые деревья. В связи с этим было принято решение мною поехать в магазин Home Depot, купить какие-то горшки такие более-менее большие, из расчета того, чтобы эта семечка в этом горшке росла год. Вот, и мне нужна земля и, соответственно, горшки. Именно за этим я еду в Home Depot. Но, но, севши в машину, посмотрев на расход топлива, вот сюда вот я поставлю, сейчас актуальный расход топлива, это расход за последние 600 миль, друзья. Вот, это, можно сказать, зимний режим езды в Техасе. Я смотрю по сторонам, пытаюсь увидеть, когда мне можно будет повернуть налево. Так вот, я вспомнил, что я машиной своей, друзья, пользуюсь уже год. 3 марта был год, практически месяц назад, с момента, как я купил эту машину новую и начал ее эксплуатировать. Так вот, пора подвести итоги. Что у меня произошло с этой машиной за год, да, то есть, что я с ней за год сделал. Я с ней сделал, друзья, ровным счетом ничего. Я лишь ездил каждые 5000 миль на замену масла, замену фильтра. Вот, все, что положено заводам-изготовителям. Вот, соответственно, менял на дилершип Toyota. Ну, кроме этого, заливал бензин в бак. Вы не поверите, я даже не заливал за все это время, за год, самостоятельно жидкость в бачок омывателя. Потому что жидкости мне хватало до последующей замены масла. Масло я менял уже 4 раза. Машина проехала на сегодняшний день 20 516 миль. Вот сюда вот я поставлю мой годовой пробег в километрах. Так вот, и как бы в процессе вот этого понимания того, что хотелось бы вам все-таки рассказать, что за год с машиной произошло. Я вспомнил, что я же прошлым летом, друзья, начал серию видео, их 4. В конце видео я обязательно оставлю ссылочки и в комментариях, наверное, тоже на эти видео. Я сделал эксперимент бензиновый, сколько машина ест бензина на разном бензине, ну, то есть разные марки бензина, Костка и Shell. И в разных режимах экономическом, эко-мод, экономический режим и регуляр, то есть обычный режим. Вот, и пора подвести итоги, друзья. Начну, наверное, я сейчас с первого самого по порядку. Итак, первый у меня был бензин Костка. Я ездил в эко-режиме. По истечению, по расходованию целого бака бензина, средний расход у меня был 43,8 мили на галлон. Это примерно 5,47 литра на 100 километров. То есть машина, по сути, ела 5,5 литров на 100 километров. Далее я переключился из эко-режима в обычный режим машины, то есть уже не повышенного вот этого экономии топлива. И точно так же проехал целый бак. На баке я проезжал порядка 400 миль, наверное, 420. Кому интересно, посмотрите в тех видео, там есть подробный отчет. И расход у меня составлял 43,7 мили на галлон. Это примерно те же самые 5,47 литра на 100 километров. То есть, по сути, те же самые 5,5 литров на сотню. Далее, друзья, я переключился на бензин Shell. Ну, Shell в Америке считается самым лучшим бензином, который можно купить бренда. Вот, и в эко-режиме я проехал на нем 48,1 мили на галлон. Это примерно, друзья, 4,9 литра на 100 километров. То есть, практически 5 литров. Далее я опять-таки, я переключился в обычный режим. Я ушел с эко-режима. И в обычном режиме я проехал 49,6 мили на галлон. То есть, я проехал даже больше. И расход топлива получился 4,8 мили на 100 километров. Это, друзья, был летний режим. То есть, это постоянная езда с кондиционером. Кондиционер в машине просто не выключается. Сами понимаете, когда на улице 35-40 градусов, без кондиционера ездит смерти подобно. То есть, это как раз-таки летний режим. Когда дополнительно расходуется бензин на кондиционер. Итак, еще раз повторю. Бензин марки Костка. Средний расход получался 5,5 литров на 100 километров. Когда я переключился на бензин марки Шелл, расход стал 4,9-4,8 литра на 100 километров. То есть, порядка 5. Экономия. Так, у меня пытаются въехать. Не получилось. Вот он. Не смотрит в зеркала. Итого, разница примерно... Сколько? Пол-литра. Пол-литра на 100 километров. Разница в пробеге на разном бензине. Пол-литра это в Техасе по стоимости порядка 1-1,5 долларов сейчас по нынешним ценам. То есть, экономия с бака бензина получается 1,5 доллара всего. Но, лично для меня ездить на бензине марки Костка оказалось гораздо дешевле, потому что Костка дает еще, по-моему, 4% кэшбэк от суммы, которую ты на бензин потратил. То есть, те же самые 1,5 доллара с бака бензина, они окупаются, они приходят мне обратно к кэшбэком, если не больше. Я не знаю, математики, посчитайте, пожалуйста. Можете в комментариях написать, а то я в таком счастливом неведении до сих пор заправляюсь на Костка. Так вот, друзья, на 7 мой эксперимент можно завершить, потому что я уже в зимнем режиме проехал. И вначале я вам ставил видео, а не видео, а кадр, фотографию текущего расхода у меня. Вот сюда вот я поставлю еще раз. Расход 50,8 мили на галлон. Это, друзья, порядка 4,7 литра на 100 километров. Это зимний цикл, это цикл, когда кондиционер включается не всегда. Ну, за исключением последней недели, потому что у нас на улице 75-80 градусов сейчас днем. И, ну, в общем, опять лето, и кондиционер начал включаться. Вот, что еще у меня за год с машиной произошло? Кроме замены масла и замены воздушных фильтров, у меня был прокол колеса. Я уже делал об этом видео, рассказывал, как я неделю ездил на новом колесе, которое мне временно поставили в шиномонтаже. Дали бесплатно, пока едет заказанное для меня колесо. Вот. На этом все приключения с этой машины заканчиваются. Все-таки Toyota, которая сделана в Японии, это Toyota. Как говорил у меня знакомый, у которого родственник работает в Audi, и сам этот знакомый ездит на Audi, он сказал, что подкопят денег и купят, наконец-то, нормальную машину. Ездят на новых Audi. Когда я спросил, а что такое нормальная машина, у тебя же Audi, этот человек сказал, ну, Toyota или Lexus. И любители европейских машин, вот вы сейчас понимаете, то, о чем я говорил раньше, в Америке дороже и более ценятся как раз-таки машины японские, потому что они проезжают гораздо дольше и беспроблемно. Вот. Подтверждение тому, это самая машина, которой я сейчас обладаю и уже год использую. За год с ней произошло абсолютно ничего. Она продолжает радовать, мне ничего. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучим по дереву. Ничего не произошло, ничего не сломалось. Надеюсь, так же оно будет продолжаться. Но даже в любом случае, если что-то с машиной случится, у меня расширенная гарантия, которая действует у меня 5 лет на все узлы автомобиля. То есть, стандартная у нас, по-моему, 3 года действует. Я взял расширенную на 5 лет, потому что, ну, хочу уберечь себя от возможных расходов на весь срок кредита за этот автомобиль. Вот. И еще интересная особенность. Я о ней узнал только вчера. Я вот сколько уже год живу в Техасе и замечаю, что именно Toyota Corolla Hybrid, гибридных, здесь нету. С учетом, учитывая мою машину, Гибридную Corolla, я видел еще 2. Итого 3 машины за год гибридных. Это Даллас, это достаточно большой город. И когда я приехал на дилерше вчера менять масло, я у sales guy, ну, у менеджеров, которые продают машины, спрашиваю, почему у вас на стоянке нету? Я вообще не видел здесь хайбрид. А мне сказали, что в Техасе они Corolla гибридные не продают. Вот. То есть, я обладаю в Техасе. Для Техаса это эксклюзивная машина, можно сказать. Вот за год я их встретил всего 3. И люди иногда так смотрят, о, хайбрид. Вот, друзья. Так что, эксперимент мой завершен. Отчет по ремонту автомобиля за прошедший год я вам уже рассказал. В автомобиле не ремонтировалось ничего. Никаких абсолютно проблем. По расходу топлива все-таки хотелось бы подытожить. Со включенным в летнем режиме кондиционером, это городской цикл, расход 5,5. Если переключиться на Shell, то расход будет 4,8-5,4,9. В общем, 5 литров. Давайте округлять будем. 5 литров. Разница пол-литра. В зимнем режиме расход еще меньше. В зимнем режиме расход 4,7. Потому что экономится топливо на кондиционере все-таки. Вот, друзья. Такой расход у Тойоты Corolla спустя год. Как вы видите, спустя год почему-то расход у меня улучшился. Машина стала кушать бензина меньше. Либо это действительно так влияет кондиционер, либо двигатель, я не знаю, обкатался, либо еще что-то. Либо я стал поспокойнее ездить. Но в любом случае тенденция меня радует. Расход бензина уменьшается. Машина не ломается. Все работает. Таких машин практически нету в Техасе. В общем, все хорошо, все позитивно. Чего, друзья, я и вам желаю. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Кому интересно, после этого видео вам появятся плашечки такие с видео, которые посвящены вот этому расходу топлива. Как я его начинал, этот эксперимент. Во что он вылился, вы только что посмотрели. Вот, друзья. Спасибо, что посмотрели еще раз это видео. Оставайтесь на позитиве. И с началом весны вас. Пока.